так друзья сейчас это самое поедем магаз за продуктами короче для пикника и заодно посмотрим как сейчас много в камин так пишут какая ситуация с коронавирусом сейчас на деле посмотрим по дороге снимай а я же хочу лишь всю неделю вообще никуда не есть так у меня собственно и не надо ничего себе продукты надо было бы поехал бы купил бы макс это смотрите какие игрушки не так мрачным и так не весело не что-то вообще все весело ну я не говорю что это прям веселье шукал и на вирус ну какого-то там как люди пишут хаос там это плане движение сухой мужчины сейчас больше с утра вообще нас и едут в субботу может за продуктами да у меня мексиканцы собираются в эту полосу левый разворачиваться до разворот заезжай мексиканцы гуляют вовсю собираются группами так и запрещено что собираться свадьбы дня рождения все нельзя отмечать таком семейном так по барабану в какому что в семейном кругу коронавирус не разуме на там их человек может быть всем друзья любые по сбор еще запрещены дни рождения свадьбы это все в приказе губернатора не ну не рождение свадьбы понятно там же это большое скопление людей а так гости да ситуация серьезно поворачиваться разворачиваться ситуация очень серьезный обстаток сейчас конечно первым почему я говорю что лучше дома сидеть никуда не ходить ну чего машин нифига нету в субботу здесь обычно машин не мерено вот сутри мы едем все пусто нет для суббота это очень мало в субботу в такое время тут полно машин это шарикой здесь все прямо полиции нет да если он про мотостейшем и где-то если я думаю шоу нужно мы делаешь у кучу преступность вырастет сейчас все уже запаслись оружием даже я купил патруль а там я делаю еще один подарок револьвера в эту страду и можно нарушать я маршу продал свой супер левого револьвер просто уменьшаю количество оружия нет вот прямо едем там все равно полоса сместиться только хочешь можешь в это ехать но лучше в той поэтому поедем на стрельбу это самое у максим уже получается теперь свой пистолет и снова он очень классный просто игру мне негде хранить уже в сейф не вмещается это первое раз я взял поскольку мне с работы принесли патронами за сколько там пачка 500 штук прямо все время да все время прям блин да вообще все время прямо никуда не сворачиваю все время прямо и я просто смотрел там вот этот ресторан рэнч я еще с него видео выкур и все горел есть полиция это пожар уже где-то пожар видите пожарная здесь и выезжают на такой если кому-то плохо да не а это 911 у них другие машины хотя может это и есть она я вы просто чуть внимания у них там есть универсальная машина которая на пожар на на все случаи типа того как у нас мчс а у них это 911 там внутри есть оборудование да там у них там все абсолютно есть всякие кирки пилы там все она тогда но и есть это чипа тушу у нас мчс ну ты по идее вот должен пропускать уже у тебя полоса заканчивается ну тут же расцвели что это за деревья ну а весна как ты хотел апрель уже что так еще холодовато так бен смотрим 299 короче был 310 на 10 центов тут подешевел но кстати бензин на сэйвэй то что я вам недавно видео выкладывал мы в следующий раз ездили в прошлой неделе был 249 то есть бензин был по 250 но вроде как нефть начала опять расти я не знаю какая щас цена посмотрим то есть в моменте бензин в принципе друзья упал прилично на 50 центов ну это сколько получается это неделю назад было 50 центов это 20 процентов это нехило посмотрим может он сейчас обратно вырос потому что мне все как бы вроде опять чуть отросла и может уже и бензин отрос короче вот это друзья самая эпидемия коронавируса но как вы видите что-то пока я не вижу ничего такого то есть там по ходу даже ресторан работал хотя по идее не закрыты были может быть у них там только на вынос работает а внутри нельзя сидеть я не знаю было написано открыто здесь вот апартменты вот эти друзья построили все за полгода здесь был пустырь и сейчас уже люди строят с какой-то космической скоростью ну сейчас остановилась но именно сейчас да ну там уже достроено все как стоит вот эти вот тут тоже наверно что-то строить будут дома вот вот сюда в эту ну да налево ну вот же ну вот смотрите 249 бензин друзья он не подорожал стой недели 249 вот за самый вну вон сами смотрите на вывеске они врут а был по 3290 дабл последний раз он показывал или 285 даже был а так он был 3 10 по моему но бензин прилично подешевел считайте на процентов 20 точно он заправка вся забита смотрите как много машин пока дешевый бензин чем не заправить да он паркуйся наверное возле самого какого первого входа нет я говорю просто напротив того входа первого чтобы вы ближе идти было ну тут получается тут вход и там дальше вот или в этом или в следующем да можно в этом даже он там или в следующий машин полно вот все люди за продуктами ресторан и кафе по моему все закрыто я отсюда не вижу но по моему все закрыто вон они там есть и варсы там есть сэндвичи когда-то ходил до джерси майк вот известный бренд а я отсюда не вижу блин написано открыто нифига себе и варс открыты и те сэндвичи джерси открыты кафе короче все открыто посмотрите хрен его знает по моему все должно быть закрыто может там какое-то ограничение по количеству людей может быть у них столько нет посадочных мест но все что я вижу тут на плази все открыто люди все ходят в масках я тоже не вижу пока никого ни одного человека не вижу в масках вот да и людей немного видите никакого ажиотажа нет никто тележки с едой не тащат короче ладно в магазине разрешают записывать а пока отключусь в общем друзья берем креветок вот отличные креветки аргентинские дикой поимки 50 процентов скидка на них жарить на гриле они такие здоровые короче серые фарш говяжий 93 процента говядина тоже все все короче дешево короче смотрите вот он показываю конкретно все продукты которые были все есть никаких изменений ничего единственные изменения это вот эти вот красные линии по наклеивали здесь вы подходите к продавцу что-то заказывает и за эту линию нельзя заходить как это что продавца не заразить здесь тоже самое и возле кассы такие же линии наклеены чтобы люди стояли они где-то метра два наклеены то еще близко друг другу не подходить как бы держаться друг друга подальше а так все никакого ажиотажа никакой паники магазин пустой хотя сегодня суббота все продукты абсолютно в наличии такие же точно цены макс слушай может вот эти опять орешки взять что в прошлый раз брали они вроде недорого одну пачку взять вот такие фисташки на здесь по они очень большие пол килограмма но он брал такие же только с перцом а эти ссору ну можно с перцом взять если хочешь они 799 короче давай берем тогда картошку и все правильно все остальное у нас есть машин друзья сейчас уже это все макс на мишу пришел домой покупать продукты он уже в кассе платят здесь тоже видите вот где всякие сервисы хочет все проще и вот там же на кассах вот где мы сейчас платили видите стоит такое прозрачное стекло и написано спасибо за то что стоите за этим барьером то есть они просто там где продавец находится по закрывали их стеклами но чтобы случайно не плюнули на него или там не дышали элементарно просто куски оргстекла с такими уголками алюминиевыми прикрутили ну и написали спасибо что короче за этим стеклом стоит и к ну и короче и там на возле кассы на земле такие же красные наклеены скотч и типами разметка для покупателей тоже где-то метра через два друг от друга наклеена короче что-то макс где-то потерялся хотя он уже на кассе там платил ему карточку провел клубную так вот машина нету короче мне говорят что у меня этот пикап старый вот посмотрите на каких еще люди ездят и таких кстати дофигища в америке то есть это не то что тут он один вон смотрите напротив он красный такой же похожий стоит о полиция при а это не полиция это вот там машина по моему что мы видели вон она красная как она называется а ну fire это чисто пожарная это чисто пожарная он из нее вышли эти какие-то пожарники формах разных короче есть другие машины они такие же красивые кто же красного цвета но они чуть по-другому устроены они ну а может быть и такие же короче там вот шкафы открываются нам всякие инструменты у них для тушения блин куда макс исчез пипец я уже просто чтобы там кипиш не наводить уже короче думаю подожду его на улице его что-то все это когда-то он короче пропал вот ну короче вот такая обстановка ладно сейчас уже заключение запишем короче максу там отсчитали поэтому он короче там делал возврата я его короче жду же сортирующий салфетки написано берите одну можно написано что одну брать что-то кучу набор ну там написано берите одну для каждой руки или как не знаю надо экономить короче там у них на каждой кассе стоит этот банка с этим ну чтобы вот это руки с этим вы поняли антисептиком и есть салфетки на выходе и на входе тоже чтобы руки дезинфицировать до кэш берете в кучу людей брали поэтому вот а максу там что-то неправильно посчитали возврат дел долларом он вернул 2 на 5 а он не посчитал без скидки в один доллар но я просто не знаю возмутился ну конечно все такое на 105 долларов взяли 6 непорядок но редко такое бывает но видите коронавирус и сам заметил ничего не знаю идите в сервис я смотрю там три доллара каждый со скидкой 5 долларов в общем бдительность моя помогла спасти доллар заработал у меня кстати вот есть санитайзер я еще взял до этого кризиса по моему в доллара в магазине один доллар на такой же в машине лежит я ходил я дополнительно еще на какой-то выставке бесплатно их раздавали две банки вообще один на работе один машине ну в общем друзья не буду загружать в общем такая поездка сами видите по обстановке говорят там хаос хаос только начинает паника по сути дела не хаоса не паники ничего нету магазин выглядит как обычно все продукты есть никто в масках не ходит ни одного человека не видели но опасаются все друг друга да но просто люди держатся на расстоянии не хотят заразиться на этих красных линиях стоят и все в принципе тут у проблем нету санитайзеры везде есть и салфетки и в бутылках на каждой кассе стоят когда платишь сразу руки протираешь поэтому бензин я вам уже сказал подешевел прилично на 60 центов то есть это считайте на 20 процентов проповедь сакуры до цветут или что это сакуры цвету да где грызите какие красивые сакуры хотя еще так хладновато ну да холодновато сегодня а так вообще были теплые дни но еще неделя у нас карантина друзья минимум может потом еще продлят поэтому и на 2 недели сказали всем желаю не болеть он смотрите какие девушки бегают им карантин вообще пофиг с такими буферами на и 50 лет оказывается она просто она просто занимается бегом выглядит как телосложение нормальная сохранилась на чем мы говорим что американки некрасивые без форме оказывается не а ну смотря какие если красивые ноги как-то очень мало я имею до формы поддерживать не многие поддерживать я сейчас ну вот эти дни все с дома работал заниматься не чем там музу втыкал на ютубе там прикольную нашел певицу американскую скайлер грей так ей там что-то по 40 лет а я по видео думал и наверно лет двадцать но она очень такая спортивная то есть это зависит от самого человека то что там лицо ладно там не симпатичная но если занимаешься спортом как бы там которые ходят в спортзал занимаются йога они отлично выглядят брань ну вот и же сам ходил спортзал да пока его не закрыли на карантин что там не было нормальных шуток китайки китайки они так нормально ну вот в этом и смысл что никто не ходит правильно поэтому и нету нормальных а если бы они ходили в спортзал и занимались то было бы полно здесь таких но в сауне там они как раз такие помпы все время джакузи парятся жирные да да ты такой 3 меня вес так а нафиг они вообще тогда спортзал ну да веришь же друзья вот и максимум горит что с вообще с такими нормальными конечно девушками ситуация не очень не очень но нельзя сказать что она вообще критическая но просто как-то американки они как-то их очень мало которые хотят там вот следить за весом там за и не уже разроса твой да потому что как-то что-то ну какая-то здесь другая вот система так же когда живые по улицам хоть а они так не ходят там как у нас там с каблуками там в креме вот просто на по улицам построить все эти женщины американские то даже девушки как и дома ходят так и на улице не косметики ничего короче люди гуляют люди ходят то есть особой какой-то видите эпидемии не видно поэтому ладно не буду вас больше друзей друзья поставьте лайки подписывайтесь пишите рекоменды и не болейте всего наилучшего да благоволит вам господь пока пока это был юджин локси репортаж из америки